Несмотря на то, что эта поездка в наш регион для российского журналиста и общественного деятеля Максима Шевченко не была обозначена как рабочая, блогер хотел навестить в Каменецком районе родину своего деда, Максим Леонардович поддержал идею встретиться со своими брестскими коллегами и поделиться мнением по политическим, экономическим и социальным процессам, происходящим в Беларуси и России. К нашей стране у Максима Шевченко самое теплое чувство. Это его привил дедушка, который во многом повлиял на будущего общественного деятеля и его позицию. Мой дед отсюда происходит из деревни Щербова Каменецкого района Брестского области. Юськович Василий Фомич, когда-то он тут родился в 1903 году, он меня воспитал, потому что мама с папой работали, а дедушка хоть и родился белорусским крестьянином под соломенной крышей, умер профессором Гумбольд-Университет Берлинского, доктором педагогических наук, знал он много языков. Не обошлось без политических вопросов. Максим Шевченко отметил, многие россияне интересуются тем, что происходит в Беларуси. Свою же симпатию Максим Леонардович отдал порядку и хозяйственности белорусов. Люди здесь знают, что делают, и ценят то, что имеют. У нас очень многие прекрасно знают, как вас тут живут, и понимают и слабые места, и сильные. Но ваши слабые места у нас не верят, потому что верят, что сохранено хозяйство, хозяйство сохранено в стране экономической составляющей, поля засеянные. Встреча с журналистом прошла на следующий день после празднования Дня независимости нашей страны. Очевидный вопрос к Максиму Шевченко, в чем, на его взгляд, проявляется белорусский суверенитет. Я вижу перед собой европейскую страну, Голорусь, с огромным потенциалом развития. Огромным потенциалом развития. Понимаете? Вот я очень хорошо знаю Европу, Словакию, Чехию, Австрию, Италию. Социальное государство для небольшого народа, а 10 миллионов, 10 миллионов, да? Ну это не очень много. В Москве 18 миллионов населения только сейчас, знаете. С окраинами так и за 20 будет, наверное. Да. Социальное государство, это защита все равно. А с этим, конечно, надо развивать права и свободы. Тут вопросов нет, потому что 21 век, тем более в европейском пространстве. Да, противоречия есть, да, есть мудренние дискуссии, конфликты даже. Ну так вы живая нация, живая страна. Двигайтесь вперед. Политика Беларуси импонирует Максиму Шевченко своей социальной направленностью, а еще общим ориентиром на приоритетный для страны экономический курс. Я решительный противник неолиберализма. Экономического – это просто прикрытие наглой экспансии банковского капитала, которая разорит людей, сделает их рабами банкиров. Я против этого решительно. Банковская система должна подчиняться политической воле национального государства. Хотя бы в таком формате. Конечно, когда встречаются коллеги, в разговоре проявляется тема будущего СМИ и того, как дальше будет строиться информационная политика. Мир все более уверенно переходит на цифровые технологии. И по мнению Максима Шевченко, это в первую очередь должны чувствовать журналисты. Мир очень сильно изменился. Очень сильно изменился. Поэтому я думаю, что надо развивать эти форматы обязательно. Обязательно надо развивать форматы. Обязательно я считаю, что надо развивать интерактивные форматы. А журналисты сегодня требуют, если раньше мы выезжали в командировку с фотографом, вот я был пишущий, а Володя Павленко был фотограф. Потом мы уже в конце 90-х, в начале 2000-х пришли к формату, что я должен был научиться фотографировать и писать. Это, во-первых, экономило редакции сразу две командировки. Ну, одну командировку экономило. Потом это ускоряло вариант. И меняло мое сознание. Там же как в чем была проблема? Фотограф снимает, а я, как пишущий, его защищаю, если это на войне. Потому что он же не видит, он вот снимает Вовка, да? А я ему говорю, Вова, осторожно там, справа там опасность, например. Фотограф не видит, говорит, выраст. А когда ты сам это делаешь, ты должен и следить, и с людьми разговаривать. Очень психика журналисты менялась. А еще сегодня, по мнению российского гостя, в центре журналистского материала должна быть эмоция. Если ее нет, значит материал не заинтересовал читателя, зрителя, слушателя. Мы продаем эмоцию. Это главный товар, который мы, журналисты, продаем. Эмоцию. Мы в нее вкладываем политическое содержание, культурное содержание, историческое, какое угодно. Но если ваш материал не вызывает у читателя, зрителя, слушателя эмоцию, значит он плохой. Дискуссия получилась достаточно насыщенной. Около двух часов живого общения не останутся материалом на полке. Любой открытый диалог – это почва для новых мыслей и идей.